Ну что, дамы и господа, очередной выпуск нашего блога, то есть что мы делаем здесь за границей, так сказать, у нас же лайф-влог, как вы знаете, да, а не тревел. Так вот, значит, как я и обещал, на этой неделе, смотри-ка, на этой неделе мы должны, по идее, были бы съездить на Симиланы или на остров Рача. В общем, все накрылось медным тазом, потому что погода на этой неделе была тоже говняная. Причем доходило до такого, что, ну, были такие сумасшедшие ливни просто, что невозможно было проехать через лужи, которые на дорогах есть, вот где-то низина, есть лужи, к примеру, ну и все капец. Соответственно, куча машин встала, потому что однажды ночью я лично ехал, когда был этот самый дождь, вот представьте себе, настолько в лужу въезжает, что машина вот так вот в лужу просто заливала вовнутрь. Можете себе представить. В общем, не получилось у нас съездить на всякие там Симиланы и Рачи, возможно, на следующей неделе будет. Сегодня у нас суббота, друзья мои, то есть завтра выходит вот этот самый выпуск. И, наконец-то, наконец-то, первый день, хоть какое-то небо голубое. Облака вот ушли буквально час назад. Вот до этого здесь была куча облаков, не было вообще ни просвета. Поэтому я тут же еду сейчас куда? Правильно, в офис, потому что я очень соскучился по нему. Надо посидеть, там куча чего написать, как раз это идеальное место. Блин, слушайте, от всех этих дождей, особенно после попадания в лужу, когда я въехал в нее, и у меня аж по ногам вода потекла, блин, возле педалей. Короче, сейчас так в машине воняет, честно говоря, какой-то такой тухлой херней. Знаете, вот когда высохла, там, не знаю, что там, кожа, что еще там могло высохнуть, ну, все что угодно. И вот этот вот запах, фу, блин. Надо, короче, идти мыть и чем-то это освежать. Ужасно. Ну что, друзья мои, после большого перерыва, вот вам, пожалуйста. Слушайте, нормально уже, тут даже люди сидят, загорают, отдыхают, я не знаю. Это, ну, это неожиданно. Только-только выглянуло солнце, тут же все уже туристы, смотрите, приехали. Но я думаю, что это не туристы, это местные жители, скорее всего. Ну что, господа, очередная неделя начинается у нас с воскресенья, потому что видео выходит в воскресенье. Вот сейчас вышло видео предыдущей недели. И, значит, что на этой? Начинается у нас она с того, что я иду второй раз к Зубному. Ну, там же два раза надо было, две недели назад я вам рассказывал, что они утворили там. Ну, в принципе, они все сделали. Я, как говорил уже, я действительно надеюсь, что они эту фигню в Зубе у меня оставили, сломали вернее, этот инструмент уже после того, как почистили канал. Я очень на это надеюсь, но мы никогда об этом не узнаем. Ну, может быть, узнаем, конечно, когда там киста начнет расти, ну, все стандартно. Значит, что хочется сказать, погода пока не наладилась. Как было говно, так и осталось. Нет, дождя сейчас, кстати, особо нет, но так, смотрите, ну и солнца, собственно, нету тоже. Туристические автобусы ездят, наконец-то, уже, как я уже говорил в прошлом выпуске. Ну, а так, в принципе, очень даже ничего, все, все здорово, все замечательно. Сейчас я покурю в последний раз и, собственно говоря, иду к Зубнову, потом расскажу, что да как. Так, ну что, друзья, значит, я вышел, ни хрена не чувствую, естественно, здесь, понятное дело, но это не важно. Всячески меня дама уверяла, что, ну, в доктор имеется в виду, что ничего страшного, все нормально, не переживайте, у нас все под контролем, короче. Ну, говорит, если что-то вдруг, это самый худший, конечно, вариант, если такое будет, то, ну, будем делать что-то, значит, будем делать. Блядь, спасибо. Тут, оказывается, смотрите, какая есть площадка для детей, они тут на скейтах катаются, слушайте, нормально так, это прямо возле круга челонгом, рядышком. Если кому-то интересно вдруг детишек сюда привезти, пожалуйста, водите. Это моя машина с кофе на крыше. Здесь, соответственно, какая-то хренотень, и вон, смотрите, стоит даже этот колесо, обозрение маленькое, что-то там грустит, народа-то нет. Ну, вот, кто не верил в прошлом видео, ребята, это вот, корон, вернее, кое-что работает, конечно, но в основном это все вот так вот, вот, видите, все закрыто, все заколочено. Кто-то говорит, что да нет, там открыто, да где тут что, нет, ну, кое-что вот открыто, да, я не спорю. Ну, вот, например, самые известные рестораны, они закрыты все просто. Я не знаю, на что вы тут ориентируетесь, но это бесполезно вон тут. Видите, ролеты, вот люди не знают, что делать тут. Ну, это я просто мимо проезжал вот сейчас, что-то вспомнил вдруг, поэтому чуть-чуть решил вам подснять. Слушайте, ребят, вы не поверите, кого я встретил. Те, кто на канале давно этого человека знают. Та-дам! Энджичка, здравствуй, дорогая! Привет, ребятушки! Привет! Она решила, что я чуть-чуть перекусить. На самом деле, я целую неделю, какой сегодня день? Не ела. Нет, целую неделю хотела пиццу. Слушай, тебе вот... Ну, вот за неделю... Ты понимаешь, она больше тебя ростом даже. Оно шире меня, оно. Оно на меня нападает. Блин, это... Вы представляете, что это? Это нихреновая пицца. Три с грязными руками, на три пицца. У меня нормальные чистые руки, пальцы. Ребята! Там уже все разрезано, что ты делаешь. Дайте получить удовольствие. Блин, слушай, куда в тебя это все должно влезть, расскажи мне. Ты же худенькая. Я возьму тейкуэй. Мать мэй, ты капец. А если так вот просто в трубочку свернуть и это... Нет? Я разберусь. Моя пицца, мы найдем с ней общий язык. Почему ты с ними разговариваешь? Я здесь сижу. Я хочу с ними разговаривать. На меня смотри. Расскажи, как ты, что ты, где ты? Расскажи мне, дурочка, где я была? Ты курила сегодня, скажи? Нет, работала, целый день работала. Скажи, пожалуйста, где ты, как ты? Тебя не видели давно. По тебе соскучились люди. Сейчас я как-то что-то делаю. У меня все в порядке. Так. Живу на Пукете. Так. Все это время. Поговори со мной. Что ты с ними разговариваешь? Глазки на меня. Ну, я по ним соскучилась. А тебя что? По мне нет. Хорошо. Сколько лет мы с тобой не виделись-то, господи? Дофига. Года три, два. Три, наверное. Ну, так как у нас сплошное лето здесь. Ну, да. Тут это сложно сказать. Сложно сказать. Давно мы не виделись. Ты, во-первых, перемещаешься. Согласен, да. Как хаотичная молекула. Ешь, ешь. Давай мы будем посмотреть, как ты будешь жевать. О, боже. О, боже. Вкусно? Бля, я сейчас тоже начну это есть, я уверен. Потому что я себе взял салатик. Я же на ПП, так сказать. А тут, ну, посмотрите просто разницу. Вот мальчик взял себе, вот девочка себе взяла. Я бы сказала, кто ты, ПП, блин. Пухлый пухляш? Короче, друзья мои, она, вот сейчас она перекусит, потому что она очень голодная, сразу могу сказать. А потом мы узнаем, как у нее, что там, она все это дело расскажет. Все уже понимание. Смотри, видишь, как, да, красиво. А мы пока кушаем, короче говоря. Всем приятного аппетита и мне в особенности. В общем, мы поели, я не доел, а она все съела, заметьте, вообще просто. С тарелкой даже. Все, да, и тарелку съела, да. Удивительно. Короче, слушай, расскажи, ну, люди хотят знать, где ты. Мне столько вопросов задавали, я прям, я не знаю, что отвечать. Поэтому ответь ты, где ты, что ты, как ты. Я в порядке. Так. Работаю в компании, как и раньше, по недвижимости. Продаю, помогаю людям продавать квартиры, покупать квартиры. Ну, и сама зарабатываешь на этом, естественно. Ну, конечно, да. Ну, ты же не бескорыстная, понятное дело. Вот, что еще рассказать. Все хорошо. Вот, ем пиццы. И не толстеешь. Ведьма. Спасибо йоге за это. Ну, и генетики. И генетики, так лучше. Мы тут сейчас пока ели, с Энджи договорились, что она не против посниматься у нас, между прочим. Так что на днях, я думаю, мы куда-нибудь сгоняем, что-нибудь поснимаем вместе. Она все равно тут сидит, ни к черту не делает. Надо ее. Мы едем в салончик, сделаем скраб ног. Мне? Я себе, ты себе. А ты мне? Нет. Мне специально обученные люди, поэтому мы веримся специалистом. Давай. Все, мы едем делать скраб мне. Я не знаю, что это такое, но будет прикольно и щекотно. Кто там у нас? Ты на крына мне это несешь в машину, не надо. Подожди, это все чистенькое. Зачем мне это надо? Да нет, я просто отделяю мусор, мне нужно это сдать. Куда? Сдать? Мы сейчас поедем сдавать. Мы остановимся в нужном месте, там есть специальная урна. Ты очень красивая сегодня. Спасибо большое. Как никогда. Потому что я с пакетом. Да, давай. Ты серьезно это сдаешь? Это три секунды, я всегда отделяю. Короче, друзья мои, я думаю, мы сейчас... Вау, как круто, Эжечка, смотрите, какая красивая. А тут сразу мусор, пакеты. Ребята, сортируйте мусор. Иди ты, все, поехали, короче. Мы не просто так собрались, мы едем куда? Делать скраб моих пяток. Слушайте, ребята, смотрите, что у нас тут появилось. Это же эти, напрокат самокаты. Причем, first ride free. До 15 минут. Охренеть. Бим. Тут типа скачиваешь, насколько я понимаю, эту приложуху и пользуешься. Ну, круто. Я, правда, не знаю, сколько это стоит вообще, но... Вот так вот началось, так сказать, у нас тоже до нас дошла цивилизация. Я только единственное, что думаю, что, конечно, это ненадолго, потому что у нас был опыт здесь, на Пхукете, когда раздавали бесплатные... Ну, просто везде стояли эти велосипеды. Ну, в общем, сколько они? Три месяца, да, Энджи прожили? Эти велосипеды, которые желтые. Помнишь, были? Ну, и, в общем, их тоже потом искали по всем кустам. И через три месяца все это дело закончилось. Это я вот хорошо очень помню. Ой, тут я, смотри, бан лам май какой у нас занятой-то, оказывается. И здесь самокатики стояли. И здесь самокатики, да. Короче, их везде на первой линии поставили. Круто. А ведь мы не просто так опять приехали на Патонг, а я вам рассказывал. Я что-то в последнее время чуть ли не каждый день здесь появляюсь. Сегодня, правда, причина единственная есть более-менее нормальная. Мы сегодня идем в массажку делать скраб на пятке зачем-то. Я вообще не представляю, зачем. Но вот Энджи предложила такой вариант. Это, кстати, интересный вариант. Никогда этого не делал. Сейчас посмотрим, как это. Ну, и заодно массаж ног, соответственно. Это вот к вопросу о том, чем мы здесь занимаемся в свободное время. Встретились два человека. Пойдем в массаж. Пошли, и все. Кимс. Вот, опять мы идем в Кимс. Ну, я иду в Кимс опять. А ты, наверное, первый раз это поднимаешь. Да, первый раз. Снимите эту маску, мы уже вон зашли тут людей. Нету. Я хочу в Ватсон зайти на обратную. Ну, иди, сейчас можно зайти. А, ну, что здесь есть у нас? Так. Что мы выбираем? Как называется это? Не кричи. Я не кричу, я говорю в микрофон. А, я снизу. Ты просто бить на ухо. Смотри, есть кофейный скраб. Я не разбираюсь, я не знаю. Я просто произношу все, что вижу. А, ты все. То есть тапочки, объявления, окно. Смотри, футскраб и футмассаж. Вот это оно и есть. 800 рублей стоит. 800 бат. Да, 800 бат. Местных рублей, так скажем. Can we have food massage and food scrub? Yes. Both. Both of us. Cup on cup. It's just the water, right? Yes. Начинается все естественно с, чего правильно, с помытки ножек. Я всегда, кстати, в такие моменты чувствую себя очень неловко. Почему? Ну люди мне ноги моют, знаешь, я как Иисус. Не обмывают ноги. Ходи по воде тогда. Здравствуйте. Ты там сильно не разваливайся. Что, у меня персональная красота. А я тоже так хочу, кстати. Can I move up first? А мы с тобой можем поговорить, кстати. Да, мы будем разговаривать. Будем, да? В мой воскресный день, выходной, босс мне решил что-то отправить. И у меня вопрос, почему мой выходной? Этот звук оставить последний, который был? Слушайте, а вот это впервые, смотрите. Но it's ok. Да, нет. Они вот так вот подкладывают стучку, короче говоря. Мы можем очистить ороговевшую кожу на пятках. Вот. И полностью на ступне, где она есть. Специальными, я надеюсь, индивидуальными приспособлениями. Но это приятно, потому что раньше мне клеенку не подкладывали. Не, ну только в детстве, когда я писался. Ага, перчаточку одел. Ага. Он проктолог, может? Слушайте, там какие-то заплатки клеят на ноги. И мне тоже. Это специальное размакивающее. Размакивающее, да? Это размягчающее, смягчающее. Ага. Оставь правильное слово. Оставай выше. Я видел во всяких фильмах ужасов, короче, там также всякие маньяки, вот такие, знаешь, как папье-маше мокрое накладывают на человека и делают из него маску или мумию. Энджи, слушай, кстати, вот давай так. Многие спрашивали. Что-то с Жожжем, ну, прожди. Многие спрашивали, это очень кстати, это ты, может, не знаешь об этом. А меня спрашивают постоянно по поводу Энджи. Где Тема? Почему вы полтора года уже не вместе и он не здесь? Вы что, разошлись или что? Так и спрашивают? Да, серьезно, они так и спрашивают. Что происходит? Что происходит? Происходит жизнь. Я на самом деле благодарю вас, ребята, за понимание, из-за участия, что вы настолько проявляете любопытство. Однако оно иногда неуместно. То есть это такая приватная часть моей жизни. Мы с Артемом не вместе. Уже, как многие правильно посчитали, какой-то... Полтора года? Ну, вероятно. Больше, наверное, даже. Вероятно. Вот. У нас теплые, близкие отношения. Однако мы идем каждый своим путем. Я заранее благодарю за то, что вы больше не трогаете эту тему. То есть, короче говоря, Инстаграм я ее оставлю внизу. Engine. Но... Engine. Engine. Но это самые вопросы эти не задавайте в личку. Хорошо? Вот давайте так сделаем. Правильно я говорю или нет? Ну, ты вообще часто правильно говоришь. Спасибо. Энжи, взрослый человек, она умеет делать с мужчиной комплименты. Молодец. У нас, кстати, отмокают ноги. Я сейчас не могу поднять ее, вернее. Хотя могу. Вот такая вот, смотрите, видите, заплаточки лежат. И у нее тоже. Заплатка. Ну, как это еще назвать? Ну, заплатка? Нет. Скорее компрессор. Это приятно и засыпабельно. Это вот так вот, видите, чистят прямо. Где-то скальпелем каким-то что-то там отдирают. Короче, слушайте, это прям интересная процедура. Надо раз в полгода ее делать. Как шины менять. Знаешь это? Вообще-то надо раз в пару месяцев ее делать. Ну, как кому? Ну, у меня... Школа. Такой класс. Не, ну, ребята, ощущения клевые, честно скажу. Это вот как в ванной пемзой. Это сам себе делаешь. Это такое. Винджи куда-то уводит. В номера. Дожди, куда тебя уводит вообще? Ножки мыть. А, ножки мыть, все понятно. Значит, я тоже сейчас по идее должен идти. Где мой дядь? Сейчас. I can do it myself. Тапочки одели. Опа. Идем мыть ножки, короче. То есть помыть ноги часть вторая называется. Искру высекает, явно. Судя по звуку, у тебя там, ну, сантиметра два вот этих наростов. Ты не цокаешь, когда ходишь, нет? Все со мной больше не разговаривает, я понял. Я тебя не слышу. Ты все время ружешь. Потому что ты, не знаю, как младенец, знаешь, который пополз. Счастливый. Ты впервые пришел на скраб. Короче, у нас тут какой-то тоже присоединился еще один клиент. И ему нужна тишина. Поэтому нам сказали, что больше не разговаривать. В общем, сейчас массажем. Просто, чтобы вы знали. Господа, все, короче говоря. Мы закончили. У нас два часа, по-моему, было. Даже чуть больше, по-моему, чем два часа. Нас это жмякали, чистили. Что ты скажешь вообще? Я скажу, что это одна из моих любимейших процедур. И массаж, и скраб этот, да? Да, идет скраб сначала, потом массажик расслабляющий. В конечности. Я видел, там уже глазки закрыла, уже почти. Прикорнула, прикорнула. Вот это вот. Не, очень мне понравился скраб, массаж головы, в том числе, расслабила. Да. И салфеточка такая под занавес была, тепленькая. Чаек такой вкусный. Ребята, пробуйте. И действительно, ноги сейчас немножко скользят. Ну, нету вот этой вот шершавости теперь. Ты скользкий тип. Я, да, скользкий тип, это раз. А во-вторых, нету трения вот этого, понимаешь? Ну, теперь. Какого? Ну, как обычно, ты цепляешься там, я не знаю, за асфальт. За тапочки, они выскальзывают теперь. Да, у Макса были пятки такие, с наростами. Ну, хорош, но он с наростами. Ну, что я не видела, просто предполагаю. Круто, блин, что вам сказать? Круто, очень даже круто. У меня все висит надо мной, вот эта вот часть дома. Ну, это если касается бытовых проблем. Дома, вот это вот возле телевизора, там где кресла стоят. Надо там как-то оформить. Я давно уже хочу купить такой какой-нибудь коврик и стол поставить. Стол я никак найти не могу. Но надо что-то делать. Поэтому сегодня все-таки решил, да хотя бы, блин, коврик взять. Ну, чтобы что-то уже хотя бы было. Ну, то есть, это сподвинет меня, возможно, как-то со столом решить как можно быстрее проблема. Столик, имеется в виду какой-нибудь маленький журнальный. Я уже несколько раз здесь был. Все уже смотрел, смотрел. Короче, у всех разные мнения, какого цвета, чего надо брать. В общем, я решил послать всех нахер и взять просто сам что-нибудь. Обязательно должно быть серое, потому что там все черно-белое. Собственно говоря, ну вот, примерно вот этот, наверное. А, нет, нет, нет. Вот этот, скорее всего. Вот этот вот, да. Он получше. Ну, и на тысячу дешевле, кстати. А нифига себе, он тяжелый, оказывается. Ну, так, образно. Ну, в общем, это. Вот этот маленький еще взял, синий. Но это в ванную, потому что там это полотенце лежит на полу. Ну, которое старое такое. А надо все-таки на что-то его менять, на человеческое. О, как раз был. Я что-то не думал никогда об этом. Сейчас будет получше. Сейчас все будет получше. Ну, вот опять, как, слушайте, вечер, так вон опять туча впереди собирается. И все, сейчас опять ливанет. Ну, блин, какой-то капец, если честно, последние две недели погода. Удивительно. Вроде бы, как низкий сезон должен был закончиться, а нет. Не закончился почему-то. Господа, сегодня в Таиланде, там, где мы сейчас находимся, если кто-то вдруг не знает, праздник называется он Лой Кротон. Милый, веселый. Не веселый. Милый, грустный. Грустный, да. Но праздник, короче говоря, надо загадывать желание и пускать по реке кротонги, так называемые. Ну, эти такие кораблики сделанные. Вот. И мы с Ваней сейчас поедем куда-нибудь в тауне. Посмотрим. По водоемам. Какому-нибудь водоем, потому что это на водоем надо. Но на море не поедем? Не, на море никто не запускает. И не видно. На море их обратно прибывает, на море не любят запускать. Обычно речки, озера, что-нибудь такое. А, ну вот. Короче говоря, сейчас покажем, как это выглядит. Пошли. Тут рядом, короче, парк Рама 9. Мы все-таки сюда решили поехать. И, друзья мои, смотрите, какая движуха. Тут, короче, народу до хрена. Смотрите, сколько байков. Мы сейчас еще покажем, зайдем туда вовнутрь. Хорошо, что мы на машине не поехали. Это прям очень здорово. Мы тоже на байках, на всякий случай. Люди все прибывают и прибывают. Это сейчас только 8 вечера, так, на всякий случай. О, тут еда даже есть. Можно поесть. А, нет. Это только кротонги. А, ну еда тоже. Ну, как так себе, прямо скажем. Вот, что такое кротон, короче говоря. Это такая вот, типа, венок, лодочка или, как это правильно сказать-то, я даже не знаю. И стоит она копейки, если что. Здесь же, вот, пожалуйста, декорации. Можно пофоткаться. Свет хотя бы есть, слушай, для камеры это хорошо. А так вообще красивенько. Вот тут, смотрите, люди возле типа импровизированного лотоса фоткаются. А там туда дальше уже, вот, они, видите, идут пускать эти кораблики на воду. Все очередь ждут вот туда. Фоткаться надо обязательно с этим корабликом, чтобы... Или с этим веночком, или как это правильно называть. Чтобы можно было потом в Инстаграм выложить. Как же без этого-то? А если вы пришли с парой, то, естественно, надо вдвоем это делать. Романтичненько, я вам прямо скажу. Нормально так. Потом, естественно, все вот это хренотень убирают. Ну, имеется в виду, мусорщики ездят и собирают все это, чтобы почистить весь водоем. Но это уже будет завтра с утра. О, вот, смотрите, видите, как. Опаньки, и все. Все свои невзгоды, так сказать, отправляем куда-то непонятно. Далеко они, конечно, не ушли, эти невзгоды. Ну, у кого-то нормально, далеко поплыли вон туда. Ну, да. Ну, в общем, это их должно быть здесь много. Здесь хорошо, что, кстати, мы приехали сюда. Здесь народу не так до хера. Там на соседнем озере что-то сильно больше было. Я ехал. Я тебе скажу, в Пукеттауне. Ну, мы вряд ли поедем, туда неохота ехать просто. А вообще, если в Пукеттаун поехать, у нас Сапанхин, там жесть всегда народу просто. Ну, блядь, ну нахрен туда это ехать. Неинтересно абсолютно. Блин, ребят, мы все-таки решили ехать на Сапанхин в Пукеттаун. Тупо позырить, какая здесь движуха, какой здесь вообще беспредел. Куча байков, куча народу просто. Вы не представляете, что это такое. Мы еле сюда доехали. Это нереально. Причем вот вместе поставить байки невозможно. Ваня поехал какое-то другое место ставить, потому что, ну, где дырку нашел, там встал. И все. А вот как перейти дорогу, это я вообще не представляю. Так, этот останавливается. Понятно. А дальше что? А дальше все. А дальше тишина. А, нет. Пропустят? Нет, пропустят. Отлично, отлично пропустили. Где Ваня, блин? Блин, парадокс. Слушайте, Ване уже 10 минут нет. И телефон не проверяет, я ему сообщения пишу. И вообще, я не понимаю, где он. И где сейчас его искать или стоять. Он меня будет искать. Ну, короче, ни хрена не понятно. А Ваня в пробке стоял. Вот он только доехал, представляете? А я уже здесь давным-давно стою. Понятно. Вот такая движуха. Здесь вдруг внезапно выставка матрасов. Продажа матрасов. Вот я не понимаю, какое отношение имеет этот праздник Лойкратон. Но да бог с ним, ладно. Тут типа большой человеческий трафик. Люди идут, смотрят. О, бля, хочу матрас. Почему бы не отдохнуть? Ходили, бродили здесь в такой толпе. Народу покажи сколько. Нет, я уже показал. Да, тут вообще просто. Это, конечно, не сравнить с парком Рамы 9. Все сюда идут. Здесь какое-то такое прям место. Медом намазанное. Очень даже ничего такое место. Я тебе хочу сказать. Очень даже. Так, как это здесь происходит? Ну, в принципе, все то же самое. Примерно, смотрите, продают. И вот там уже дальше спускают это все на озеро. Ну, туда хрен пройдешь. Это нереально. О, боже, лошадки, ребята. И батуты. Ну, все, я здесь остаюсь жить. Ваня, я хочу здесь жить. Бля, у тебя маска, конечно, капец. Маска огонь. Так, ну, это совсем для детей. Там рыбки. По-моему, их кормить надо просто, да? Вроде бы да. А, ну да, просто кормить, короче говоря. И причем кормить надо, смотрите, из соски. Они реально соской кормят ее. Обычно все время кормом, но тут это прям интересное нововведение. А, 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 окей. А, окей, окей, окей. Да, окей, найс. И я вам скажу, тут, оказывается, рыбы неплохо сосут. Скоростная железная, тайская скоростная железная дорога. Наконец-то мы с Ваней нашли еду. Слава тебе, Господи. Но я, я сейчас, наверное, не знаю, как ты, но я... Но тут мы охренеем еще пробиваться. Смотри, народу просто. Ну, да, 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 да. Сейчас найдем там куда-нибудь, где-нибудь. Мне надо курицу только, все, больше ничего. Вот эта вся херня, вот эта их не нужна абсолютно. А там рынок кожухов для телефонов, смотри. А больше ничего нет там реально. Ну что, заныриваем в ряду с едой? Бля, там жарко сейчас. Ну, подожди, я не знаю. Ну, ладно, пошли. Ой, какая вкуснятина. Я хочу вот таракашка, ну, не таракашка, вот эти червячки. Какого-нибудь говна, я понял, да. Вот эти заебись. Опарыши называются. В банке тоже ничего такие, но вот эти лучше. Чтобы вы понимали, из чего выбирает Ваня. Да, я, короче, да, сорта говна разбираюсь. А там есть потолще, Вань. Не, вот такие есть прям, смотри, это же вообще вкусняшка. Не, не надо? Ну, ладно. А, бля, это нереально, ребят. Это нереально, там очень жарко. Дышать нечем, я пока стоял. Я взял роллы, короче, говорят, а Ваня сейчас тоже их берет. И все так медленно. Народу много. Все там то ли под ногами путаются, то там перед тобой ходят. В общем, капец. Кроме жучков еще себе что-то, кроме опарышей? Кроме жучков я таки нашел курицу. А вот эти странные суши я тоже набрал. Курицу ты столько все-таки нашел, да? А я нет. Суши с беконом, короче. Интересно, на, вот потом попробовать. Развернем, посмотрим. Ну, вот, пожалуйста, если кому-то надо еще каруселька, колесо обозрения. Обозревать на такой высоте особо нечего, судя по всему. Тот, такие кметки, вообще нормальный человек не влезет. Ну, туда мы с тобой вдвоем не влезем. Тот, типа взрослые туда влазят как-то. Мы перевесим. Если мы вдвоем туда залезем, она не будет вернеться. Да, да, да. Мы внизу останемся. Так, а вот это, это мы не понимаем, что это. А, это рыбки продаются по 10 бат. Маленькие такие. Да, вот типа губи такие, да, маленькие. Все понятно. Ну, там что-то еще за странная народная забава. Я не знаю, там бутылки кока-колы лежат просто. Народная забава, короче. Они бросают корзинку, нужно набросить корзинку на бутылку колы, тогда ты выиграл. А, вот в чем дело. Все понятно. Все, реально что ли? Давай, братан, мы в тебя верим. Крем, да? А, и типа ты забираешь бутылку, скорее всего. Ну, видимо. Ну, да, наверное. Я правильно понимаю, что вот там висит член? Вот это вот можно выиграть, пластиковый член, да? Гигантский мягкий член, гигантский мягкий член. Интересная игра, они бросают дротики. Да, и во что-то надо попасть. Ну да, как обычно. Да, ребят, точно, вот один висит, и вон второй висит. Ну да, его можно выиграть. А это спорт лото. Ага. Нифига себе, слушай. И вот они вызывают номера, и они... Да, 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 но я помню это, мы в детстве с бабушкой так играли. Но, кстати, да, в Таиланде же всякие азартные игры запрещены, это же лотереи. Да, ну вот оно и есть. Прикольно. Вот такие вот червячки, вот такие маленькие, вот такие куколки шелкопряда. Вот они вкусные. А это шелкопряд реально? Походу, я хрену знаю, что за опарыши. Это опарыши, я тебе клянусь, пожалуйста. Ну не, на опарыши не похоже, такими жирными не расколомить. Какая-то куколка, короче, вот такого маленького размера, они вкусные. А вот те здоровенные червячищи, они горчат. Я перепробовал всю эту херню практически. Вот эти лучше всех. И мелкие кузнечики. Вот такого. Ты микс взял? Да, да, вот такие маленькие сверчки, они тоже норм. Ялвцы, это роллы, это по старинке. Вообще, если кому-то интересно, как тут что выглядит у нас, вот, это мы сейчас уже готовимся к болталке, к очередной у нас час остался. Собственно, вот, как мы видим, это с нашей стороны. Вот там вот камера стоит, здесь потом будем мы. Ну, это имеется в виду сама программка на стрим. И вот так вот, вот здесь всякие переключатели и так далее. А вон там, вон чат, в который я все время залипаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова